Привет всем гостям и подписчикам канала Лариса Косметолог В сегодняшнем видео я хотела бы поделиться с вами своими заказами косметики с сайта ebay Рассказать вам свое мнение о продукции с этого сайта Показать распаковку и рассказать о каких-то достоинствах и возможных недостатках косметики с сайта ebay Если вам интересно, то оставайтесь со мной и желаю вам самого приятного просмотра Итак, в своем первом заказе с сайта ebay мне пришел вот такой вот BB крем Perfect Cover от Misha в оттенке 21 Я этот крем неоднократно показывала в своих видео о макияже Его тон хорошо подстраивается к тону моей кожи, при этом не выбеливает и не желтит Можно сказать, даже обладает немножечко серым оттенком, но при растушевке и после того, как крем уляжется Этого совершенно незаметно очень хорошо подходит Также содержит защиту SPF 42 Так как мне марка Misha понравилась, в одном из следующих заказов я заказала известный кушен от Misha Он называется Magic Cushion Содержит SPF 50+, так же как и в предыдущем креме есть защита от ультрафиолета типа А Но, к сожалению, мне по ошибке в первый раз пришел другой оттенок Я заказала 21 оттенок, мне пришел 23 В итоге мне вернули только треть суммы, но крем я оставила для себя Я сейчас планирую его или кому-то передарить, или, может быть, разыграю в каком-нибудь конкурсе на канале А этот кремик оставила себе, уже его протестировала в течение двух месяцев У меня о нем сложилось определенное мнение Но существует две разновидности кушенов от Misha Этот серебристой полоской предназначен для жирной и комбинированной кожи Есть золотой полоской, он такой еще более питательный, больше для кожи склонной к сухости Сама концепция крема заключенного в такую упаковку мне очень понравилась Действительно удобно им пользоваться Эта подушечка в комплекте великолепно наносит и растушевывает крем Конечно, минус ее заключается в том, что ее каждый раз нужно стирать И до конца она немножечко не отстирывается Вот здесь на белой части видны немножечко пятна, да и на самой синей губочке Но это не критично Но при желании можно пользоваться и спонжем типа Beauty Blender Также можно пользоваться кистью Внутри здесь идет защитная мембрана Я ее не стала выбрасывать Отклеиваю и заклеиваю каждый раз Мне кажется, для путешествия будет удобнее ее сохранить Ну и внутри, собственно, крупнопористая губочка, пропитанная нашим CC кремом Крему Миша Perfect Cover я ставлю оценочку 5 из 5 Кушан уже от Миша ставлю оценочку 4 с плюсом из 5 И расскажу почему Очень удобный крем Прекрасно наносится, неплохо держится в течение дня Я его и закрепляла пудрой, и не закрепляла Но, как я слышала в некоторых отзывах других блогеров А также испытала на себе У меня кожа вообще склонная к высыпаниям Последнее время высыпаний у меня немного после родов Но после использования этого крема может быть совпадение Но немножечко у меня больше стали они появляться Я, конечно же, еще немного его потестирую Потом в более поздних видео скажу вам окончательное мнение Но все-таки есть такая проблема Возможно, содержит какие-то комедогенные вещества этот крем А в остальном он мне очень нравится Вот от предыдущего BB крема я таких побочных явлений на коже у себя не замечала Следующее средство – это палетка бронзера и хайлайтера W7 Называется Hollywood Bronze & Glow Это английская марка В отличие от предыдущей корейской О ней я узнала из видео известного блогера Лиза On Air Она в бюджетных фаворитах хвалила этот бронзер Мне действительно он очень понравился И хайлайтер здесь достаточно нежный и деликатный Нет крупных блесток Смотрится очень естественно Вот сейчас у меня на лице нанесен и бронзер, и хайлайтер Я считаю для такого ненавязчивого дневного макияжа идеально подходит А при более интенсивном нанесении и для вечернего макияжа тоже Хайлайтер мне понравился Тут очень-очень нежный шиммер Нет крупных блестящих частиц Как, например, в Мастер Скульпт Тут Maybelline Из-за чего мне хайлайтер совсем не понравился Он и не желтит, и не выбеливает Средство из этой палетки очень легко наносится Легко растушевывается Ставлю 5 из 5 Также стоит очень бюджетно Около 6 долларов Также я хотела показать CC крем от Secret Kiss Называется Let Me Know Содержит SPF 50+, и защита от ультрафиолета А Практически о таком же креме О его аналоге я узнала из видео известного блогера Ковка The Cat Только там была полностью в черной упаковке версия крема С лифтинговым эффектом Но по отзывам на iRecommend Мне как-то больше приглянулся этот крем Они, в принципе, очень похожи Оба вначале белые После растушевывания Они подстраиваются под тон вашей кожи У меня также есть на канале видео с макияжем с этим кремом Обязательно оставлю ссылочку Крем мне очень понравился Удобно его быстро наносить пальцем Можно также наносить и плоской кистью И другими вариантами кисти Овал мейкап браш, который я покажу дальше в видео Также можно его наносить Мне кажется, как ежедневный такой крем Легкий, не очень навязчивый Мне он подходит при этом Еще защита Очень хорошая защита от солнца Ставлю оценочку 5 из 5 Знаменитая черная маска Конкретно это китайской марки Ксили Зильм Или как-то так называется Но эта масочка встречается на просторах Алиэкспресса Однако я всего лишь за 2,5 доллара заказала ее с сайта E-Pay Уже попробовала несколько раз Она действительно несколько очищает поры Но если у вас какие-то очень глубокие загрязнения Мне кажется, подобные маски просто не способны справиться Прилипает к лицу она не очень сильно То есть нельзя сказать, что слишком больно ее потом снимать Ставлю оценочку 4 из 5 Кстати, заказала 2 такие масочки Вторую подарила сестре Она осталась довольна Тушь Микрокара Скини Водостойкая от Innisfree Это тоже корейский бренд Я получила ее только сегодня Уже успела протестировать У нее очень маленькая щеточка Но она очень удобно наносит тушь на реснички Превосходно их разделяет Взяла ее специально для моря По первому впечатлению ставлю оценочку 4 с плюсом из 5 4 с плюсом за то, что все-таки не очень привычная кисточка Хотя я с ней справилась Но возможно не всем она подойдет Не всем покажется очень удобной В 2 слоя дает великолепное удлинение И также объем ресничка И еще одно замечательное средство сайта ebay О котором я забыла вам рассказать сразу Это солнцезащитный крем Natural Sun Echo От The Face Shop Который контролирует выработку кожного сала Он хорошо подходит для жирной и комбинированной кожи Абсолютно не выбеливает лицо Не придает ей жирного блеска Неплохо держится в течение дня Но если вы на отдыхе Рекомендую обновлять каждые 2 часа Поверх него также можно наносить макияж Что большой плюс Ставлю этому крему оценочку 5 из 5 Буду заказывать в дальнейшем обязательно Это моя покупка под влиянием YouTube Этот крем очень хвалила в своих фаворитах Неоднократно Блогер Виктория Ковка The Cat Это знаменитые патчи под глаза Гидрогелевые от фирмы Secret Key Здесь даже есть инструкция Как наносить Вот мы коробочку открываем С дуэлом не открыть баночку Уже доносит очень приятный аромат Вот эти 2 полумесяца Это стопочки патчей под глаза Тут видна жидкость такая Желтенькая В которую они погружены Чтоб не высохнуть И вот эта крупненькая Можно на какие-то проблемные участки накладывать Может быть где у нас имеется воспаление Или сухость, шелушение И последнее я хотела еще раз показать 3 кисточки от бренда Misha Которые также ко мне пришли в первом заказе с ebay Еще зимой У меня есть видео о макияже с этими кисточками Обязательно оставлю вам ссылочку здесь В подсказках и внизу в описании под видео Так вот Спустя уже больше чем 8 месяцев использования Я осталась довольна очень этими кисточками Больше всего я довольна именно овал мейкап браш от Misha Это просто супер кисть Я думаю, что она ничем не хуже аналогичной кисточки От MAC, Kailin и прочих таких известных брендов Но конечно же не стоит сравнивать ее с какими-то дешевыми китайскими кисточками Эта кисточка мне обошлась примерно в 11 или в 12 долларов Сейчас точно не знаю сколько она стоит Но в этом видео я постараюсь оставить актуальные Действующие на данный момент ссылочки на все показанные мной продукты Так что вы обязательно сможете присмотреться и заказать Если вам тоже это понравилось Так вот, эта кисточка действительно наносит макияж и сухими, и кремовыми текстурами просто замечательно Но особенно для кремовых текстур рекомендую Это может быть и тональный крем, и консилер, и бронзер, и хайлайтер В общем, практически все, что вам захочется В то же время она достаточно компактная У нее ручка не слишком массивная Ее удобно брать с собой в дорогу или в путешествие Оценочка для этой кисти 5 из 5 Следующее я хотела бы вам показать Такой маленький вариант кисти бочонок Которые я растушевываю Тени в складке века В области наружного уголка Также нередко подвожу и растушевываю нижнее веко Это не самая моя любимая кисточка из данной серии Но опять-таки она очень компактная Выглядит очень мимимишно И когда мне требуется нанести какой-то достаточно, может быть, темный оттенок Я боюсь нанести более крупной кисточкой слишком много Я использую вот эту кисточку вместе с кистью карандаш По мягкости я могу ей поставить оценочку 4 из 5 Так как немножечко на кончике она колется Если ее ставить перпендикулярно коже Но, в принципе, вот сегодня я наносила тени этой кисточкой Очень удобная она И, конечно же, белый ворс со временем немножечко может поменять свою окраску Но, в принципе, моется она легко Облезла она не сильно И вот колется не сильно Так что ставлю я оценочку 4 из 5 И последняя вот такая кисточка-малютка Как будто бы специально предназначенная для косметички Это двойная кисточка для нанесения гелевой подводки Я вам покажу с одной стороны Вот видно, что у нее очень тонкий срез И хотя она такая слегка закругленная, плоская кисточка Она не выполнена со скошенным срезом Как обычно бывают кисти для гелевой подводки Все-таки ей удобно наносить Я вот в видео несколько раз показывала, как я наношу ей гелевую подводку Достаточно удобная Но хотя бы с одной стороны Они с двух сторон одинаковые Вот, хотя бы с одной стороны Если бы она была не в форме лопаточки А именно вот скошенная такая угловая кисть Было бы, я думаю, еще удобнее Поэтому также ставлю я оценочку 4 из 5 Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца От себя хочу принести извинения за то, что я сейчас снимаю по типу влога То есть держу камеру в руке И возможно изображение немножечко нестабильное У меня сейчас дома ремонт Приходится снимать на балконе Мне абсолютно нет времени сейчас выставлять освещение Выставлять штатив Поэтому вот так вот Хотела быстренько вам по свежим впечатлениям Показать всю свою косметику с сайта ebay Если вам понравилось это видео То не забудьте поддержать меня пальчиком вверх Пишите внизу комментарии И подписывайтесь на мой канал Всех люблю, целую, пока И до встречи в новых видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok